Все случилось воскресным вечером на пересечении улиц Московская и Старомосковская. В нескольких метрах от места происшествия есть пешеходный переход. Но женщина, решив сократить и путь, и время, отважилась на неоправданный риск. Когда по этой дороге двигались машины, она, видимо, надеялась, что кто-нибудь затормозит и уступит ей дорогу. Но этого не произошло. Я влево, она влево. И тут уже надеваться некогда было. Вот вечером на машине растерялся. Не знаю, что делать. Тормозить в сторону и удар произошел. Я не думал, что она отойдет в сторону. Вроде скорость нарушена. Пешеходный переход был рядом. Я не знаю. Водитель «Опеля» сбил женщину от полученных травм. Она скончалась на месте. Сотрудники ГИБДД восстанавливают всю картину произошедшего. Водитель управляет транспортным средством «Опеля Москона», двигаясь по улице Московской, со стороны улицы Старомосковской, в направлении улицы Герцена и в районе дома номер 38 по улице Московской допустил наезд на пешехода. Женщину приблизительно 50 лет. Женщина до сих пор не опознана. Которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. Вне зоны действия пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД в этом году уже выделили несколько самых аварийных улиц в городе. Это улицы Октябрьская, Комсомольская, Наугорская и Московская шоссе. Но таковыми их сделали сами орловчане. Ведь безопасность на дорогах зависит не только от взаимоуважения водителей и пешеходов, но и от соблюдения в первую очередь правил дорожного движения. Алина Чабана, Денис Еременко для программы Оперативный эфир.